Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйха. Ну, как помните, да, вот в еврейских праздниках, это суммирование всех еврейских праздников, нас хотели убить, мы победили, давайте покушаем. Вот как бы общий такой знаменатель. Возможно, у кого-то из вас были такие ситуации, когда вы приготовили пищу, и вы случайно путали ингредиенты, которые меняли субстанцию того, чего вы варите. Было такое? Да, ну так, сахар, соль, мука, хохмал, сода, ну как-то так вот, что-то такое, да? Кто-то там делал себе чай, вместо сахара ложку соли. Все, смотришь, с носа потекло прямо, а вот это тебе промывка, знаете, когда забивается нос, вот как раз, наверное, хорошо. А что вы вообще тогда делали? Выкидывали ваш труд? Разочаровались, что ваше старание невозможно было оценить? А возможно, вы подавали блюдо вашим любимым? Или в семью, знаете, вот вы сделали что-то в семье, хотели так красиво-то подать и сказать, вот, я такой хороший пекарь. Как однажды Татьяна в детстве сделала вишневый пирог, подала папе и забыла только вытащить косточки с вишень. Но, наверное, она не одна такая была, правда? У нас у каждого был такой опыт, что ты что-то хочешь сделать хорошо, но ты путаешь какие-то вещи и одно с другим, и получается то, что как раз хочется либо выкинуть, либо что-то сделать быстро. Ну, бывает так, что если что-то хочешь сделать быстро, да, вот не получилось, и ты хочешь его выкинуть, и у тебя есть деньги и время, тогда все можно. А если у тебя ни денег нет, ни времени, чтобы изменить то, что ты приготовил, да? А когда нет времени и денег, что мы вообще пытаемся сварить для пропитания? Когда нет необходимого, нет даже продуктов, из которых можно сделать что-то полезное для своего организма. Моя мама пережила послевоенный голод, сопровождающийся сильной бедностью, когда кусочек хлеба считался на вес золота. Я знаю, может быть, здесь есть те, кто прошли это время, это было очень сложное время. Бедность людей или недостаток обеспечения приводит к поиску интернативной пищи. То есть ничего-то нету, ты начал искать, с чего можно что-то сделать. То есть к той пробе прокормить себя незнакомыми и доступными ингредиентами. В то время, когда происходил голод, начало 50-х или конец 40-х годов, в такие моменты, знаете, все и шло в пищу. От всех зеленых растений до корнеплодных. Все, что можно было есть, кушали. И в это время, в этот момент, либо рождались шедевры, типа оливье, да, вот этот, или же, как бы, вот, винегрет, да. Вы понимаете, что это все было от того, что было, то поставил. Либо рождались шедевры кулинарии, либо неизбежно трагедия заканчивалась в жизни людей. Мы слышали такие истории, да, была ситуация, дети голодали, пошли в лес, насобирали, что было, да, съели и умерли. Вот слышали, ну, такие истории же было, это ситуация, это трудности, переживания. Но вот история как раз Елисея с седовитой похлебкой. Помните, да, или мало кто может помнить. Четвертая царств, четвертая глава, с 38 по 41 стих. Я зачитаю. Как раз это будет моя, как бы, вот, прелюдия, вступление. Елисей же вернулся в Гилгал. В той области тогда был голод. Однажды, когда ученики пророков служили Елисея, или слушали, извините, слушали Елисея, он сказал слуге. Поставь большой котел и свари для нас похлебки. Не маленький, не котелок, а поставь большой котел, значит, людей там было немало. Правда? Если большой, то, значит, нужно много. Один из них вышел в поле собирать овощи. Нашел вьющиеся растения с плодами, похожими на огурцы. Он набрал их полную одежу. И когда вернулся, накрошил их в котел с похлебкой. Хотя никто не знал, что это такое. Похлебку разлили для людей, но начав есть, они закричали, пророк, в котле смерть! И не стали есть похлебку. Елисей сказал, принесите муки. Он бросил ее в котел и сказал, разливай людям, чтобы они ели, и в котле не осталось ничего вредного. То есть, мое вступление было в том, что всегда что-то происходит, когда мы хотим сделать добро. Мы не желаем, мы бываем, перепутываем некоторые генеренты, когда и то, что мы сделаем, невозможно кушать. Эта история довольно часто незамечаема нами с вами, так как она уже находится посреди нескольких историй пророка Елисея в этой же главе. Но если об этой главе, об этой истории говорят, то чаще говорят с негативной точки зрения. Если вы посмотрите даже какие-то передачи людей или проповеди, всегда это более такое негативное отношение. Три чуда Елисея, совершенные в Гелгале, свидетельствуют о бедности в то время этих людей. Во время голода питались они тем, что имели или то, что удалось собрать. Однажды они собрали какие-то растения, непригодные в пищу, и похлебка стала ядовитой. Елисей бросил в похлебку горсть муки, и она стала съедобной. Как чудно, такое чудо произошло. Но вообще давайте вернемся к тому, что такое Гелгал. Гелгал на еврейском языке больше как круг или же колесо. В истории Израиля было несколько Гелгалов, и есть много споров. Но один из моментов, когда Иисус Навин, Егошево Бенун, он пересек Иордан, и там он построил или положил круги и Гелгал, назвал место Гелгал. И оно означает, я ныне снял, буквально, скатил, на еврейском, как Галотий, то есть как Галут, да, то есть я скатил с вас срам египетский, и назвал это место Гелгал. Место встречи пророка потом было, и мы часто читаем это в четвертой книге царств. И это же, там была школа пророков, и это было место открытых небес. И вот это место очень важно понимать, что там открытые небеса. И вот при этих открытых небесах происходит нечто, происходит голод. В той стороне был голод. И все же при голоде, да, ученики, то есть сыны пророков, собирали в школу пророческую, чтобы слышать от Елисея наставления, то есть уметь и быть способны слышать голос Божий. Елисей, вообще имя Елисей переводится как Бог спас или спасение, тоже как Иешува, да, Бог спас. Итак, придя к своим ученикам в те годы, Елисей готовится накормить их тем, что у них есть. То есть то, что осталось, то, что, например, не разобрали, да, то есть что было. И, наверное, он сказал Гиезе или другому кому-то своему слуге, чтобы поставить большой котел для того, чтобы сделать похлебку. Один из пророков отправляется в поле собрать, что найдет. И вот на его глаза попадают огурцы. Он понимает, что это огурцы? Собирает, приходит мелко так, накрошил и видит, что ситуация изменилась. И, возрастившись, накрошил котел в похлебку. Но когда пророки стали есть, то содрогнулись. Отвратительный вкус. Возможно, кому-то уже аж вырвать хотелось, да. Когда-то все произошло, они поняли, что еда, которая там есть, она ядовитая, непригодная к пище. И Елисей тогда добавил туда немного муки. Видно, горсть муки. Но эта горсть муки, не то, что она этот ингредиент поменял для того, чтобы можно было кушать, А я думаю, что некое благоволение Божье произвело чудо его спокойствия. Уверенность в Боге меняет ингредиент от смерти к жизни. В дни Елисея люди, отвернувшись от Господа и Его закона, более всего страдали от голода духовного. Что я имею в виду? Им хотелось больше чего-то. Как сегодня нашим людям. Сегодня верующим людям, христианам, мессианским евреям, всегда хочется что-то большего. Что-то ищем еще, когда переживания еще больше, в других местах. И вот хотелось больше, потому что им казалось, что у язычников ихние боги отвечают им, наверное, быстрее. Бывает так, да? Что-то мой бог молчит, а почему-то у язычников или неверующих людей, что-то лучше получается. Ну вот прокрутили на дело, он заработал, а я нет. Где мой бог? Что у меня не так? Некоторые такие вот чувства, переживания. И сегодня, знаете, мы в то время, они обращались к Ваалу. Баал, это вообще как бы бог, ну это имя. Баал, это имя, высшее имя. Но мы понимаем, что это божество, которое в то время на той территории было божеством тех народов. Сегодня центральной религией всего человеческой, современности, стали СМИ. Вы замечали, что люди поклоняются этим новостям? Какие бы это ни было, мы хотим знать. Мы как будто голодные, бегая за новостями, что у нас происходит. Что на седьмом километре, что на шестом, да? Что у нас на привозе, какие цены. Мы ищем информацию и мы бежим туда поклониться к этим новостям. Скажите, пожалуйста, что будет завтра. Что значит голод? Что означает? Это социальное бедствие, обусловленное недостатком питания. Знаете, Писание говорит, очень интересное место. Говорит такие слова. Приближаются дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не только голод на пищу и воду, но и на жажду, слышать Слово Господне. Приближается это время. Вы знаете, что я сегодня не так сильно замечаю, что молодые люди, люди хотят знать волю Божью. Они больше хотят знать, что люди говорят и что происходит в этом мире, какие тенденции, что там с ковидом, что у нас с криптовалютой, что у нас там как бы в бизнесе делается. А вообще, что Бог говорит и что будет происходить, не обращает внимания. Господь однозначно желает, чтобы мы получили благо от общения с Ним, друг с другом. У нас сегодня тоже есть собрание. Вот у нас есть собрание. И наш учитель Ишуа, он сегодня с нами. Потому что он говорит, я никогда не покину вас и не оставлю. Как тот же Елисей, который имел своих учеников, которые вокруг него были. Есть определенный духовный котел, соединяющий нас с вами. То место, да, большой котел, с которого мы питаемся. Мало того, мы из него не только питаемся, но мы и туда же, в этот духовный котел, приносим свое что-то. Добавляем в этот котел общение, что-то свое. Но Бог желает, чтобы мы росли, питались от него и нечто делали, чтобы мы всегда зависели друг от друга. Мы не только питаемся этого котла, но мы, как я уже сказал, мы приносим в этот котел. Ишуа говорит, им не нужно кушать просто так, а вы сами дайте им есть. То есть мы кормим друг друга. Мы приносим в этот котел, чтобы мы питались. В это время социальной информации необходимо быть духовно зрелым. В том, что мы собираем на информационном поле. Помните, я говорю, пророк вышел на поле и собирал, что в глазах глядят, потому что был голод. И вот мы должны быть очень аккуратны, что мы собираем в этом социальном поле. Какую информацию мы берем, что нам предоставляется. Мы должны быть духовно зрелы, чтобы определять, где нормальный огурец, а где он подделка, то есть он ядовитый. Такое ощущение, что у нас настоящий голод. Голод информации того, что происходит на мире. Знаете почему? Потому что мы боимся. А вдруг это время уже настало? День Господень уже настал? Или грядет завтра? Имеется в виду, мы начинаем читать. Матфея 24 глава еще сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим, будут говорить, я мессия. И многих прельстит. Многих прельстит. Также услышите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не разрешайтесь, ибо надлежит всего быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство. Будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Мы когда это слышим, мы говорим, неужели это уже сейчас? И мы собираем максимум информации и приносим в наш котел, где мы друг друга как бы знаем. Как эти ученики пророков, да? Сидят и слушают у Елисея все то, что он говорит. У школы пророков. И в этот момент туда, в этот котел, сбрасывают все то, что они думают. Сама ситуация в Украине напрягает очень многих людей. Очень много. Если по случаю, сегодня очень много напрягает. Мы зашли в четверть финала, уже всех напрягли. Мы проиграли англичанам, уже опять всех напрягли. Представляете, если англичане выиграют, украинцы будут уже говорить, а мы играли с чемпионами. Понимаете, ситуация, которая у нас в политике, в экономике, в американских СМИ, и кто опять начинает какие-то там... Украина не сходит с уст вообще всего мира. Уже, значит, нас уже точно знают. Жовто-блокитные, значит, уже все. Понимаете, да? Уже свои. Даже... Где я сейчас последнее... Последнее, что я видел? В Исландии. Исландия. В Исландии какой-то там человек, который переехал из Германии и нашел где-то там какую-то памятную такую плиту с трезубцем. Вот они сейчас уже и там уже наследили. Понимаете, да? Как будто все кого-то напрягают. И вот, я хочу сказать, эта ситуация фактически в Украине всех напрягает. Но суть остается одной. Что нам делать, когда мы духовно и политически нищие? Знаете, почему говорю нищие? Потому что мы ищем, где напитаться. Если бы мы были бы уже насыщены, знали, что мы делаем и как мы делаем, мы бы не искали всего, что мы ищем каких-то подлоков. Да, вот, что происходит. Что нам нужно? Какое еще откровение нужно нам, чтобы мы были спокойны и удовлетворены в Бога? Чтобы мы наслаждались отношением с Всевышним. Знаете, я вам скажу, у меня есть шесть таких пунктов. Извините, что я так быстро или так долго говорю насчет этого. Но первый. Отравление наступает оттуда, откуда ты никогда не ждешь. Знаете, вот в свет, будем говорить так, забытые эти времена, или, как сказать, во времена инквизиции, как называется там, средневековье такого, да? Там у всех царей были еще слуги, которые проверяли, что кушают. Да? Вот слугам хорошо было. И вот ты не знаешь, откуда придет та отрава. Отравление наступает оттуда, откуда ты никогда не ждешь. Дикие ягоды, которых мы прочитали, принес не враг, не человек из вне, не социальные сети, и новости из зомбоящика. Проблема пришла из их среды. Один из учеников, с тем, с которыми делились, жили вместе, наверное, знали друг друга очень хорошо. Это был их брат, который вместе с ними обучался, молился, получил откровение у ног Елисея. Он с ними кушал, приготовлял похлебку. Он проявил себя, как бы искренне старался. Не так ли? Один из другов пошел и говорит, я помогу. Пошел собирать. Разве какие-то были плохие у него намерения? Ну, очень хорошие. Абсолютно хорошие. Но не всегда то, что искренне приносит нам благо. Знаете, мы часто говорим, нет человека, который бы делал добро и не грешил. Вот это один из примеров. Он делал добро. И тут оказалось, что он потом виноват во всем этом. Римлянам 12.1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Другими словами, все, что у вас есть, оно должно служить не вам, а обществу. Бог перед Богом. Мы уязвыми, искушаемы тем, что у нас есть. Мы искушаемы злом. Мы открыты для всех близких, родных, друзей. И чаще всего мы не ожидаем того, что приходит от этого. И знаете, это очень больно. Это горько. И смотрите, чтобы никто не лишился Божьей благодати. Чтобы никакой горький корень, проявившись, не причинил вреда и не заразил многих. Другими словами, мы видим ситуацию, когда человек, он немножко огорчен ситуацией или переживаниями. Мы можем в определенных условиях стать этим горьким корнем, когда мы фокусируемся на себя любимых. Вот на себя ты смотришь и все, уже только я. Второе, это один, одна из ошибок. В том, что один ошибается, а все страдают. Один ошибается человек, но страдает. Принцип взаимодействия вообще не работает как никогда лучше. Вот этот принцип. Один насобирал диких ягод, но ели их все, правда? Он что бы хотел этого? Не, задумал, вот такой гадкий такой, всех отравлеть. Он же тоже был частью того, что кушали. Израиль однажды потерпел великое поражение в войне из-за одного только Ахана. Один человек хитрости, потому что ему понравилась красивая сценарийская одежда, слиток золота, серебра, а за это отвечал весь народ. Один человек сделал ошибку, а пострадал весь народ. Понимаете, о чем я говорю? Никто да не обольщает вас самовольным смиромудрием, служением ангелов, торгаясь то, чего не видел, безрассудно, надмиваясь плотским своим умом. Понимаете, о чем я говорю? Есть люди, которые, вот, не зная всей красоты, да, и придавая этому какую-то духовную статус для себя, вот это горечи, да, кладают в один тот большой котел, а все от этого начинают потом страдать. третий, третий, духовные, одаренные люди не без греха. Вы слышите, я сказал так, это странно, да, вот, мы должны быть святые все, мы освященные, но даже духовные, одаренные люди не безупречны. Они тоже уязвимы в своих повседневном хождении. Мы, каждый из нас, мы уязвимы, даже если мы считаем, что мы все знаем. Человек, о котором мы читали, не только вот выше, был сыном пророков, пророчествовал, был духовно, как бы сказать, обучен, но практически не мог отличить нормальных огурцов от ненормальных огурцов. О чем я? Есть люди, которые, ну, очень духовные. Обучение прошли всех пророческих в наших школ, образовательных, ну, очень такие духовные. Смотришь на их жизнь, нормальные, но практически они не могут отличить вот добро от зла. Это пример, который я вам привожу. И вот те плоды, которые он нашел, назывались горьким огурцом, или некоторые люди думают, что это, если такое название, лоза садомская. И кто-то, ну, это предположение, с чем может быть разные плоды. У садомского яблока есть еще одна особенность. Я специально вычитал сегодня в Векопедии, вернее, не сегодня, это было вчера. В Векопедии, мне просто заинтересовало, что такое садомская лоза. И там интересно, что все эти части растения, все содержания этого растения имеют такой млечный сок, латекс. Это яд, простой, просто яд и горечь. И, между прочим, об этой лозе упоминается в Торе, когда Моисей вышел и пропел песни, взрек перед собранием израильтян, давая характеристику врагам. Второзаконие, 32 глава, 32-й, 30-й стих. Виноград их от виноградной лозы садомской и с полей гоморских, ягоды их ядовиты, грозди их горьки, вино их яд дракона и гибельная трава аспидов. Вот так описали эти плоды. И знаете, когда я читал это, я думаю, а что же именно еврейский перевод говорит? Я скажу то же самое. Вот читаешь, оно то же самое. Единственное, что там используется слово, которое калвенит, то есть это огурец какой-то, похожий на маленькие какие-то семейства тыквенных. И вот ядовитые плоды на еврейском означают покот, то есть дикий огурец, который дает вот именно ядовитый сок. Этот похож на тыкву, размером с лимон, имеет горький вкус. И пищей его никто не потреблял. Плодов было множество на поле. И почему множество? Потому что этот пророк набрал все, на всю одежду. Знаете, подол взял, носили длинную одежду, набрал все, что мог нести. И к нему не пришла идея, а что его так много? Ведь голод. Почему другие люди его не берут? Я говорю, что иногда люди духовные, но не сообразительные. То есть задать лишний вопрос не хотят. Но духовность, о, еда, помолимся сейчас, и все будет хорошо. Да? Ничего не повредит. И вот он был научен духовным вещам, но не практическим. Второй Тимофей 3, 17 говорит, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу пригоден. Духовный человек должен быть пригоден к любой работе, к любой ответственности. убирать убирать, ну сажать сажать, сукатурить попробуем. И это знаете, быть способным духовным человеком должен быть способным делать на всякое доброе дело. Это духовный. Не только откровение иметь, но и быть духовным. Четвертое состояние голода может провоцировать человека на необдуманные поступки. Вы знаете, да, это? Чувство голода обостряет память, но при этом притупляет бдительность. Человек набрал целую вот горсту этих плодов. Ну, а бдительность, даже эти люди говорят, послушай, что ты там набрал? Дай попробовать. Никто даже не попробовал. Знаете, почему? Потому что полностью доверяли ему. Но знаете, что произошло? Когда они начали кушать, они поняли, что оно отравлено. Исав из-за того, что был голодем, продал свое первородство. Он продал его. Другими словами, я скажу вам так, что такое похлебка? Это легкий овощной суп на воде. В состав похлебок входит какой-либо один основной овощ, на котором все варится. Знаете, продажа первородства, значит, чевичную похлебку, это отказ от особого боговоления, от господства над своим домом и родом, отказ от великой исторической миссии. Если хотите, это метафизическое падение человека, которое накладывает отпечаток позора на все потомство. Понимаете, о чем я говорю? Голод и толкает человека безрассудно отказаться от того, что есть. и если мы голодны по каким-то новостям и мы стремимся узнать, что там происходит, мы свое первородство, которое мы говорим о то, что мы рождены свыше, мы его дети, надеемся на него, у него ответ, мы отдаем в руки мира, который диктует нам и говорит, отдай свое первородство, и я буду господством твоей жизнью, информацией. Я думаю, что это опасное место. Важно распознавать запах и вкус того, что несет смерть. Информация, подаваемая СМИ, не имеет запаха. Мы просто читаем. А вы чувствуете иногда, что после того, что ты начитался, остается привкус. Что-то не то. Что-то мне в голове не так происходит. Ученики порока приступили к еде, и только тогда, когда они вкусили, они поняли, что это яд, горечь. колоцинит, это очень горькое растение. Очень горькое. Вот ты вкусил его, и ты понял. А есть же яд, который, знаете, он без запаха, без вкуса. Да? Есть даже сладкий яд. Тебе дадут, ты так, ох, хорошо, а потом капут. Послание к евреям, 5 глава, 14 стих. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства, навыков приучены различать добро и зло. Верующий человек, он способен различать добро и зло, даже не вкусая, а понимая, что происходит. Выход и вывод в этой истории дает сам Елисей. Помните, какое имя Елисей? Как переводится имя Елисей? Бог спас. Другими словами, ответ в этой ситуации, когда твой котел наполнен отравой, дает сам Бог, потому что Бог один спасает. И вот он говорит, дайте муку. Испорченную пищу мы обычно выкидываем, но Бог делает что-то по-другому. Он говорит, не нужно выкидывать то, что уже сделано. Не нужно в твоей жизни убирать то, что уже сделано. Потому что это уже осуществилось. Не стоит как бы вот это все просто уничтожать. Но можно изменить. Бог делает абсолютно по-другому. Лоза Содомская была еще в общем котле, но Елисей досыпает туда муки. Написано, что не стало ничего вредного в котле. Бог проявил чудо и проявляет чудеса. Все изменилось. Бог явил свою славу через добавление муки в ядовитую и непригодную к употреблению похлебку. Нам нужно один ингредиент. Этот ингредиент мука. Это было не просто воздействие муки, это было действие Бога. Знаете, когда я думаю об этом, я понимаю, что любой хлеб делается из чего? Муки. Мука это основной ингредиент для хлеба. Ишуа обращаясь к религиозным людям словами, которые они не могли и не хотели принять. В нем, то есть в нем это хлеб. Ишуа говорит, я есть хлеб жизни. Эти слова настолько были сильные, что некоторые из этих последователей больше не ходили с ним ходить. Ишуа говорит, в ответ, истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь же не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Ишуа сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Хотите ингредиент испорченного супа или похлебки? Вот этот ингредиент, этот хлеб, который называется хлебом жизни. Добавить его нужно в ту субстанцию, которую невозможно кушать, и даже кажется, что это яд, который уничтожит вас. Отцы вожили ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им. Ишуа сказал им истинно, если говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру, не смерть, а жизнь. На это сказали ему, Господи, подай нам, всегда такой хлеб. Друзья, они говорят, дай нам постоянно иметь этот хлеб, потому что в нашей жизни мы нуждаемся в этом хлебе, который изменит нас. И этому хлебу имя Ишуа, Ишу сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий меня не будет жаждать никогда. Ну, мы же по плоти жаждем, но когда ты имеешь Машеха своим хлебом, тем, чем ты питаешься, то что бы ни происходило в этом котле, куда мы заносим все, что мы наслушаемся, что у нас какие-то переживания, то мы, добавляя туда в этот котел, в эту муку, можем жить, потому что во всех отношениях, в наших ситуациях, Бог является одной единственной ингредиентом, которая дает нам жизнь. Не теряйте надежды, даже если ваша жизнь сегодня отравлена какими-то склоками, ситуациями, которые безысходностью, возможно, вам наговорили всякую ерунду в ваши уши, сказали, что вы неспособный, человек, который недальневидный, может, даже обозвали вас, и от этого вам очень плохо, то есть горький корень внутри вас, который, возможно, и огорчает других людей, но нужно дать Богу возможность, не нужно падать в отчаяние, но добавьте Ишуа в любой рецепт вашей жизни, в любой рецепт вашей жизни, если вам нужна учеба, добавляйте его туда, надейтесь на него, молитесь к нему, призывайте имя его, потому что он даст свободу от Господа благоволение и помощь, всегда. Вы читали такие местописания, где Бог делает чудеса? Псалом 100, вернее, 106, 35-37 стих, он превращает пустыню в озеро, он обращает пустыню в озеро и землю иссокшую в источники вод, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засеивают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Будут ли наши жизни ситуации трудности? Будут ли мы такие вещи, которые мы, не желая, можем принести в этот общий котел в наших отношениях какой-то яд? Можем ли мы перепутать одно с другим? Какие-то учения, какие-то еще послания, можем, мы можем принести сюда, можем говорить об этом, но если мы не будем иметь центра Мишуа, личного спасителя, и который меняет всю жизнь, мы останемся в горечи, и возможно мы будем разочарованы. 32-й псалом. Душа наша уповает на Господа, он помощь наша и защита наша, о нем веселится сердце наше, ибо на святое имя его уповаю, да будет милость твоя Господи над нами. Как мы уповаем на тебя, уповайте на Господа, невзирая ни на что, немного хлеба жизни, горстку, в отравленную похлебку, и вы будете спасены в любой ситуации. Не оставляйте сегодня, не оставайтесь огорченными, не оставайтесь в осуждении, или какой-то еще ситуации, от которой многие люди от вас заразились, но пригласите хлеб в жизнь, вашу жизнь, молитесь к нему, и этот котел обстоятельств, он обязательно изменится. Ишуа говорит простые слова, я есть хлеб жизни, отцы ваши или лиману в пустыне умерли, хлеб же сходящий с небес таково, что идущий его не умрет. Я хлеб живой, исшедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которое я дам за жизнь мира, всего мира. И поэтому у меня к вам такое обращение. Сегодня время не сомневаться, а молиться. Молиться, чтобы мы были спасены, а не отправлены в ложный информационный мир. Мы должны быть спасены и не быть отравлены той информацией, которую мы собираем на полях наших соцсетей, СМИ, зомбоящиков всевозможных. Давайте мы оставим этот голод в какой-то информации, которые не подтверждают никем, а будем видеть информацию, которую Бог дает нам в нем. Ты не умрешь, но будешь жить. Я буду рядом с тобой, где бы ты ни был. Я исполню твои желания, те, кто боятся его. Я не оставлю тебя, не забуду, если люди все, то я буду с тобой. Прочески нужно молиться за наш город и понимать, что если нас отравляли, то нам нужен Спаситель. Спаситель этого города под именем Мишуа. Если мы отравлены, и мы даже об этом не знаем, и мы горечью этой плеской вокруг, нам нужно молиться о нашем правительстве, чтобы дал Бог им разум и понимание, как вести, нам нужно отношение между национальными меньшинствами, нам нужно отношение среди людей в магазине, на работе, молитва и понимание это ответ к отравлению. Если вас отравили информацией, вы набрали это на поле, не разобрались, где хорошие огурцы, которые евреи любят, потому что там поправка такая идет, когда ты смотришь комментарии, это те же самые огурцы, которые любили евреи, но были они дикими. Если мы сварили в общем котле наших отношений очень может примитивную еду, давайте добавим туда живой хлеб, имя которого Ишуа. Я призываю нас сегодня вообще к молитве, молитве к живому Богу от тех обстоятельств, которые нас окружают. И самое интересное, чтобы мы не отходили от нашей темы. Ведь нам хочется быть пророками, видеть, что Бог делает. Но если есть какой-то горький корень, это невозможно увидеть. Мы тогда этот корень вкладываем в общее дело и наше дело, оно невкусно, оно непитательно, оно отвратительно, горько, непринимаемо. Сегодня у нас есть возможность на самом деле стоять в проломе о правде. Я верю, что у нас есть призвание пророчески видеть в будущее, различать добро от зла, а не быть под влиянием чего-то горького, опасного. Я хотел бы, чтобы мы сейчас стали наши ноги. И возможно, эту проповедь нужно будет еще рассматривать, рассуждать лично о себе. Но я верю, что в этом послании, которое оставил нам Танах о Елисеи, важно понять, что ученики впали в панику. Они кричали, там написано, они кричали смерть в котле. Есть общины, церкви, которые, там есть люди, которые кричат смерть в котле, нам неприятно быть здесь, или там, что, что происходит тут, или там, смерть в котле. Елисей был очень спокойный, не потому, что он только имел двойное помазание от Илии, а потому, что он знал, кого он верит. И что Бог ему сказал, оно исполнится. Он взял муку, бросил спокойно, без паники, не кричал, успокойтесь, все будет хорошо. Он просто показал, как Бог действует. Бог изменил субстанцию. Бог меняет духовный мир. Даже когда кажется привкус горечи, возможно, бунта, войны, оно вот-вот-вот оно может произойти. Бог меняет субстанцию и приходит полный мир, полный штиль. И тогда то, что горькое, измененное, возможно кушать, а не выбрасывать. Вы понимаете, да, о чем говорю? Не выбрасывайте то, что вы уже пережили. Добавьте туда Ишуа Мессию в ваших домашних группах, ваших семьях, ваших работах, вашем здоровье. Вместо горького, знаете, нытья, паники. Скажите, ты мне нужен сейчас. И то, что вокруг меня бурю, ты успокоен. Я приглашаю сейчас всю группу прославления. давайте доверим нашу ситуацию Ему. Ситуацию личных отношений. Я не знаю, какая она у вас. Возможно, вы скрываете какой-то грех в себе, какие-то моменты, которые в жизни, и вы не знаете, как от него избавиться, и горечи от этого всего влияет на ваше отношение с семьёй, там, людьми. Позови Иисуса, позови Иисуса. Возьми небольшую горстку Его в свою руку и скажи, ты мне нужен. Спаси меня от горького, от того, что ядовито, что уничтожает меня, снидает меня, избавь. И только ты один. Ты мой мир, ты моё примирение, ты моё спасение и моя надежда. Сделай то чудо, о котором я даже могу не мечтать. Ты мой хлеб жизни. я не буду нуждаться. Я не буду упрашивать этой помощи. Я не буду клянчить тебя о том, чтобы у меня всё изменилось, потому что имею эту горсть. Она меняет мою горечь. Ишуа, приди в мою жизнь. Ишуа, Иса, приди в мою жизнь. Эти реальные отношения твоей любви, ты меня любишь. И поэтому ты приближаешь меня к себе. Ишуа, Исраэль, Адонай, Ероэйну, Адонай, Эха. Субтитры создавал DimaTorzok